друзья привет меня зовут аня рада вас приветствовать на своем канале канал мою рукоделие преимущественно о вязании сегодня я снимаю для вас такое коротенькое видео обычно подобные видео называются что-то типа все мои пряжи или мой рукодельный уголок у меня же будет видео два в одном и я покажу как я сейчас на данный момент хороню пряжу это не конечный вариант но пока что вот будет так и покажу свое рабочее место так как мы недавно совсем переехали теперь это у меня выглядит по-другому но покажу в принципе все что у меня есть здесь наглядно уже можно будет оценить масштабы бедствия и увидеть много или немного у меня пряжа когда у меня спрашивают много ли у меня пряж я говорю что много потому что по моим меркам это наверное уже верхний предел давайте я покажу что вот здесь мне на этом стеллаже хранится я конечно понимаю что картинка наверное немножко трясется не обессудится снимаю с руки этого такой стеллаж языке называется он альберт если мне не изменяет память и здесь у меня по моему вся моя пряжа хранится стеллаж этот изначально был по моему просто сосна я его покрасила в один слой акриловой краской быстро очень сохнет не пахнет для того чтобы обновить какую-то мебель не обработанную хотя в принципе и даже по моему обработанную можно уже какими-то материалами покрыть такой краской отличный вариант ну вот значит что у меня здесь на верхней полке 3 данный гол 3 данный гол он же он же 2 матка я нашла когда переезжала я совершенно про них забыла сейчас покажу при дневном освещении он такой видите с крапинками зелеными с оранжевыми и ярко-фиолетовыми не знаю как сейчас контраст конечно настроиться по моему сейчас видно вот остальные два вида я вам уже показывала и вот там вот лежит розовый твит многострадальный который посмотрите так замечательно видно который я уже мучила и про которые неоднократно рассказывала здесь не лежит того что по два матка у меня два маленьких контейнера и в них вот в этом лежат остатки которые можно пустить на шаль шарф платок снуд шапку что-то типа этого вот это вот марафилате это тоже марафилате это у нас рука не здесь лежит ноу-нейм зеленая пряжа помню что это было ведь она уже распущена тоненькая такая она была альпака меринос ангорка даже что-то типа этого хорош какой-то состав она тонюсенькая здесь у меня лежит отмот это я до бобина делала чтобы вязать в три нити это линей опью иглу пряжа называется давайте временно пока сюда уберем ну и соответственно здесь как видите вот эти вот остатки это то чего собственно по два матка это у нас рока не работа не лэйс из которой я сейчас вижу платок не то что прямо сейчас его вижу но в процессе он у меня находится и вот это стелла по моему пряжа от альпины альпака с чем-то там очень приятно здесь у меня дальше лежат всякие приспособы для шитья также ткани вышивки и всякое с этим связано соответственно здесь у меня лежит мат раскроенный этот мат мне достался супер-пупер выгодно покупала я его в иголочки знаете у них бывают товары недели это их производство видите тайвань нормальный в принципе мат и он попадал в категорию товары недели обошелся мне что-то в районе 200 рублей короче говоря очень дешево моталка у нас дальше у нас лежит пряжа вот таких пакеток вот эти в принципе боксы они у меня использовались изначально под пряжу раньше у меня было пряжа вот таких коробках вот таких боксах то что мне стало закрыто в шкафу она стояла в боксах но без пакетов а то что у меня была открыта она лежала в коробках чтобы не припылялась вот с видом я пока не знаю я отношусь спокойно к нему потому что его нужно достаточно хорошо выстирать и даже если пряжа при пылится ничего страшного в этом не будет поэтому пусть стоит открытый нормально все с ним будет значит здесь у меня турция это те самые запасы новичка про которые я говорила которые меня гнетут потому что реально странный ассортимент вот аж целых три вида ярнарт вот такого вот очень-очень теплого махера здесь у меня в пакетах лежит в пакеты я упаковывала потому что переезжали на всякий случай это тоже было в пакетах но не в таких здесь то что у меня видите это потому что начинала из непала вязать у меня не срослось это непал далее здесь это мара филати бани пряжа это на тура фил меринос миди это тот же самый производитель из которого я вязала свой серый свитер в ромбы только здесь метраж побольше это биби биби рекорд или рекорд по которой неопределившиеся слива видите и это у меня андес вот здесь у меня лежит то что может перерасти допустим там в джемпер кардиган то есть то чего побольше здесь в принципе тоже то что можно пустить на полноценную вещь вот эти это предполагалось изначально на одну вещь пустить сейчас я уже не знаю вот это сочетание я вижу вот это мне кажется сейчас лишним здесь хотя я подбирала здесь видите это как раз та самая пряжа с коноплей это и лария и лария рекорда наш производитель просто делает в италии здесь был такой зеленый тоже цвет и поэтому я подобрала вот для сочетания вот такие три цвета не знаю пока что она у меня знаете в задумках есть пара вариантов но все какие-то не такие значит это drops baby альпака silk это drops альпака букле это сиам сиам китсета то есть супер кидмохер на шелке это бирже раду франс идеаль по моему да вот то есть вот это в принципе на джемпер на какое-то это на джемпер и вот это тоже по идее на джемпер но пока не знаю вот здесь мне лежат такие прям остатки остатки но и сюда записалась то носочная пряжа то есть то чего либо совсем мало либо один моток и непонятно куда его пристроить вот это остатки норки это все россия это аделия по моему это тоже россия это вообще на к с древних времен так что здесь такая ерунда который я использую либо для образцов узора отвязывать либо для просовой нити вот а здесь тоже примерно то что по два матка у меня в ассортименте иногда чуть-чуть побольше иногда чуть чуть поменьше здесь уже знаете сборная солянка вот это вот италия мары филате это тоже мары филате это титан вул тут и пихорка есть и вот это тоже какая-то россии не помню что это это тоже россии то есть а и вот это вот наркотическая синтетическая пряжа я уже и знаете что придумала, наверное, чехол-нагрелку надо из нее связать. Она очень мягкая, но для вещей, конечно, ерунда эта полная. Это либо какие-нибудь декоративные кисточки-помпоны, либо что-то типа этого. Вот можно чехол-нагрелку связать. Яркий такой вот, бешеный розовый. Это что такое? Это ангурорам, по-моему. Короче говоря, много всего очень полезного и необходимого у меня здесь снизу лежит. Вот. Кстати, вот за этим сзади всеми любимая Ализе напихана. Вот именно напиханы. Там их зато мы тут еще и картопы есть. Вот. Там по два матка, четыре цвета у меня. Ну, вполне возможно, можно будет куда-нибудь пристроить тоже. Так. Ну, давайте так уж покажу. У меня... Я не все, потому что показала. У меня еще здесь кое-что стоит. Это, назовем так, мое рабочее место. Вот так оно выглядит. Там у меня снизу, видите, лампа для маникюра. Ну, а что? Тоже постоянно этим занимаюсь, поэтому не убираю далеко. Тут у меня подружки-близняшки радуют меня. Посмотрите, какая у меня красота. Конечно, скорее всего, цветок одноразовый. Это азалия куплена в Leroy Merlin. Если кому интересно, вот приобретите себе. По-моему, 500 рублей она стоила. Ну, красота невероятная, да. Учитывая, что стоит это меньше, чем, допустим, треть букета, и постоит оно подольше, уже отлично. Но, насколько я знаю, у всех она, конечно, после цветения погибает, потому что... Потому. Короче говоря, одноразовый цветок. Вот. Но сейчас не об этом. Сейчас покажу, что у меня здесь стоит. Здесь у меня стоит... Я в очередной раз пытаюсь связать образцы из вот этого вот кашемира с шелком пополам. Это пряжа итальянская бобинная. Называется она Аня Фильпуччи. Группа Фильпуччи. Видите? Вот. Аня 440 метров на 100 грамм. Вот. Теперь уже на тройке вяжу. Смотрю, что получается. Пока не могу понять. Очень странная пряжа. Она шнурком, но при этом абсолютно из-за своего состава не держит никакие узоры, никакую форму. Вот. И следующее. Это как раз-таки вот это вот Линейпью иглу. Вот отвязан образец. Мне на ощупь очень-очень нравится. Очень приятный, очень мягкий. Даже после стирки без кондиционеров. Просто обычная стирка с оливковым мылом. Как я стираю всю бобинную пряжу. Связана на 3,5. Обращаю внимание, что на 3,5 я вязала опс, пардон, на чаугу. Кстати, набор мне все мой никак и не идет. Почему говорю, что на чаугу? Потому что на чаугу я вяжу свободнее, чем на других спицах на 3,5. То есть того же номера. Вот в 3 нитки связано. И скорее всего это будет оверсайз, потому что, вот видите, он не мнется практически. Этот образец. Она вот такая вот специфическая. За счет этого она получается очень легкая, но при этом очень такая теплая. Вот. Это, знаете, мой на ближайшее время план. Еще у меня есть один план на ближайшее время. И осталось у меня, знаете, в процессе тут шум не лежит. Это у меня платок из ралкани. Я извязала один моток. Перешла с вот этих спиц на вот эти спицы. Работа пошла просто быстрее намного. Во сто крат реально. И, соответственно, я его быстро очень извязала один моток и буду вязать второй и на конце делать узор. Вот. Ну, вот видите, даже немножко рассказала о своих планах. Не только показала, что у меня тут есть, но и немножечко про вязание фактическое тоже было. Ну, что это, в принципе, все, что я хотела показать и рассказать. Единственное, к чему сейчас буду вас призывать активно, это подписываться в Инстаграм на мой профиль, потому что в ближайшее время планирую держать связь с вами, с моими вязальными друзьями. Именно таким образом. Примерно неделю назад, прошлую пятницу, я проводила уже прямой эфир, аж на целых там чуть ли не два с половиной три часа. Мне очень понравилось, потому что это отличный вариант для такого интерактива, когда вы задаете вопросы и мы что-то там в прямом эфире обсуждаем, можно прям тут же по горячим следам что-то спросить и на что-то получить ответ, ну и просто повеселиться, скажем так. Вот, друзья, наверное, на этом буду прощаться. Большое вам всем спасибо за внимание, всем весны, красоты и хорошего настроения. Не теряемся, будем на связи, в ближайшее время буду показывать, что вижу. Еще увидимся, пока-пока.